Больше, чем в состоянии эвакуировать вот в этот самый момент канавки Естественно, что их конструкция, их рисунок разрабатывается специально И там просто десятки литров воды в секунду могут эвакуировать колеса болида дождевые формулы 1 Но все равно в какой-то момент воды становится больше И вот на ней, как на определенной пленке, машина всплывает То есть оставшаяся часть колеса теряет контакт с асфальтом В этот самый момент, естественно, всплыв над асфальтом, машина становится полностью неуправляемой Она может продолжать двигаться прямо по прямой Она может начать доворачиваться налево, направо В этой ситуации даже рулить и совершать какие-то движения газом, тормозом бесполезно То есть это все может восстановиться через долю секунды, ее контакт с асфальтом, но уже поздно Потому что изначальное движение пошло, а скорость может быть очень и очень большая Как было вот как раз у Авида Антонио Льюци И аквапланинг может произойти не обязательно на скорости в 300, может произойти на скорости в 40 На входе в самый медленный поворот Здесь таковых нету Здесь, собственно говоря, в Лоранжик около 100 км в час на Апексе Где-то 125 в Пенерини, а около 105 в Пику-Дупату Вот три подряд во втором секторе, буквально один на другом, медленные шпильки Так что, в общем, любви всеворозовцы покорны, то и аквапланингу покорны буквально все скорости И все абсолютно типы автомобилей Поэтому в данной ситуации просто, ну, тот факт, что вот сейчас машина безопасности FIA на трассе Ну, просто чуть-чуть другие характеристики Если вы обратите внимание на клиренс, на дорожный просвет этого автомобиля То он тоже чуть-чуть, чуть-чуть в данной ситуации Как раз в порядке шутки, иронии и сарказма использую Больше, чем в машине Формулы 1 Здесь есть куда эвакуироваться в воде Здесь есть как бороться с пленкой Несмотря на то, что, конечно, это спортивная машина с жесткой подвеской Достаточно расположена невысоко Но, тем не менее, с там считанными сантиметрами Формулы 1, конечно, не идет ни в какое сравнение Там, если не колеса, то иногда бывает так, что вот эта планка под днищем Просто в качестве своеобразного глиссера выступает и всплывает над болидом Чуть раньше, чем 45 обещанных минут Мы видим, все-таки провела EFI эту самую свою инспекцию И вот машина безопасности сейчас на пит-лейне Ждем мы ее здесь на выезде, на спуске Затем занимающая свое место, соответственно, в первом повороте Начинает готовиться вновь Рубенс Баррикелло То ли есть какая-то информация у команды Брау, которой мы пока не располагаем То ли просто на всякий случай Проверяет свою систему Ханс, свой шлем Дизайн шлема, кстати, вот этот, вот его последний Было нарисован его старшим сыном Очень понравился он самому Рубенсу И с тех пор на протяжении пары гонок уже использует он С одной стороны, может быть, минимализм Но с другой стороны, достаточно четкие цвета Заработали моторы, начали прогревать двигатели И в боксе Брауна, и по соседству Все-таки определенная надежда на возобновление сессии у нас с вами остается Интересно, какую информацию мы получим по итогам последней инспекции трассы На еще один круг уходит машина безопасности Слышите, действительно, трекшн-контроль работает постоянно сейчас просто Могущий двигатель АМГ здесь борется в том числе с возможными сносами Точно так же, как я уверен, и АПС у Берта Майландера Тем не менее, посмотрите, между двумя Апексами Дещидану Лагу едва не потерял контроль над своим болидом Гораздо менее мощным и гораздо более тяжелым Что самое главное, чем машины Формулы-1 Ну и скорость, конечно, у него медленнее Самое начало входа в Ферадуру тоже было достаточно сложным Для бывшего немецкого кузовного пилота высокого уровня Который уже пролидировал несколько сезонов Несколько гонок, вернее, на протяжении последних сезонов в Формуле-1 А в этом году даже и финишировал в качестве победителя Гран-при Как смеялись болельщики Болельщики, мы помним эти финиши Следом за машиной безопасности Лоранжа остается позади Небольшой спуск к Пенерини на втором секторе Буквально трансферт масс наблюдается напрямую Там на выходе из Бику-Дупату На этом спуске через скоростной Мергулью Винчевая Джун Сау Последний медленный поворот Здесь в районе 135 км в час Именно здесь, в прошлом году, ничего не смог сделать На псевдосликах с мокрой трассой Тима Глока Соскользнул, пропустил вперед Льюиса Хэмильтона Вызвало, конечно, огромное неудовольствие болельщиков Скудри и Феррари Но уверен, что абсолютно случайным был тот обгон Абсолютно непреднамеренным со стороны Тима Глока Кто бы что не говорил И вот оттуда, через подъем Аркебанкадо К стартовой прямой Там, где достигают 310 км в час Плосуху, естественно, пилоты Формулы-1 Поднимается Берт Майландер Вместе с комиссией ФИА По 17 градусов по-прежнему И на трассе, и в воздухе В воздухе Сан-Паула 5 метров в секунду Вновь повышается ветер Именно этот ветер На него надежда, что он разгонит Такие тучи, нависшие буквально над бразильским мегаполисом Влажность без 2% абсолютная Что касается ветра, то... А, вот, у нас еще 15 минут Ну, 12, если быть точным, с лишнего момента Затягивается инспекция Даже Адриан Сутиль не верит своим глазам Адриан Сутиль, который прошел В общем, здесь на самом деле Может быть, даже можно позавидовать Фетолю Ковалазину, Хэмилтону Хайтфилду и Физикелле Потому что для них, пусть они плохо квалифицированы Но они уже квалифицированы Они уже, грубо говоря, отмучились Они уже знают свои, пусть плохие Но, тем не менее, завоеванные ими позиции на стартовой решетке Что касается всех остальных 15 участников этого самого гоночного процесса То, в общем, радоваться тут особо нечему Еще раз напомню, собственно говоря, кто у нас будет выступать Ну, проще, конечно, напомнить, кто не будет выступать Но об этой пятерке мы уже разговаривали очень много Конечно, понятно, что это единственные, собственно говоря, пилоты Которые у нас пока каким-то образом определились со стартовыми позициями Но, тем не менее, не будем забывать, что у нас существует и 15 других пилотов К чести которых, можно заметить, что в этих сложнейших условиях первого сегмента Они все-таки квалифицироваться смогли И вот эту задачу попадания в 15 лучших из 20 выполнены Соответственно, от Скудери и Феррари в гордом одиночестве Во втором сегменте примет участие наш сегодняшний с вами юбиляр Отмечающий 30-летие чемпион мира Ставший здесь именно чемпионом мира два года назад Кими Райканен Кими Райканен, который тогда за два последних этапа отыграл 17 очков Таким образом, он показывает и Рубенсу Баррикелла, и Себастьяну Федолю Что все возможно Другое дело, что самим нужно стараться Но еще уповать на то, что вот Дженсен Баттон выступит в роли этакого Льюиса Хэмильтона И умудрится растерять за последние две гонки на все свое преимущество Дальше от команды БМВ Заобер Опять-таки, в гордом одиночестве Вот мы видим здесь обсуждение, естественно, в Рэдбуле Советники Матрешица Инженерная часть команды Кристиан Хорнер, руководитель посередине Майор Юсуари Официально у нас никто не отсеялся Ну, собственно говоря, вот БМВ Заобер по-прежнему находится в подвешенном состоянии Что, конечно, достаточно грустно Мог найти договор с крупным автопроизводителем И вроде бы обезопасить свою команду И вроде бы Фернадо Субтитры создавал DimaTorzok